Его называют солнцем русской поэзии, а также создателем современного русского языка. Его имя мы, как правило, узнаем в раннем детстве, и оно сопровождает нас всю жизнь. Александр Сергеевич Пушкин – это наше все, и день его рождения в нашей стране является праздником. Великий русский поэт родился 6 июня по новому стилю, или 26 мая по старому. И в этот день все неравнодушные к нашей замечательной литературе не только в России, но и за ее пределами, отмечают Пушкинский день и День русского языка. Впервые этот праздник отметили еще в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения гения. Тогда же был подписан президентский указ об установлении Пушкинского дня в России. А через 12 лет Пушкинский день соединился с еще одним праздником – Днем русского языка. Впрочем, ценители его творчества всегда находили возможности, чтобы вспомнить о писателе. Его бессмертные строки не покрылись архивной пылью, несмотря на то, что многим из них уже более 200 лет. Стихи Александра Сергеевича Пушкина знают и любят славянцы. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. В лукоморье дуб зеленый, сготает цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на битвях сидит, там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на коре их ножках стоит без окон, без дверей. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя доставил и лучше выдумать не мог. Трудно переоценить роль Пушкина в истории русской культуры. И дети, и взрослые обращаются к его творчеству, чтобы насладиться прекрасным русским языком. В его произведениях до сих пор люди ищут и находят ответы на волнующие их вопросы. И потому, открывая его книги, хочется повторять волшебные и очень простые строки. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. И сам великий русский поэт живет в будущем, он всегда современен. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.